Всем привет! Продолжаем вещать с острова Панган. Небольшое видео такое. Говорил уже об этом несколько раз, но в процессе каких-то бесед о чем-то другом вы продолжаете спрашивать, поэтому надо отдельно записать отдельное видео, чтобы было с отдельным названием понятным. Про уход за изделиями и камнями. Значит, первое, то есть вы приобрели изделие, неважно у нас, ни у нас, никакой разницы нет. Первое, большая часть наших изделий идет с таким матовым серым, темно-серым покрытием, фоточку смотрите, или даже с глянцевым прям совсем черным покрытием, который почти как смола. Это металл родий, да, он ложится на серебро, на золото, на платину, на золото, любой пробы совершенно, вообще неважно. И также есть такая штука, которая называется белое золото. С белым золотом все довольно интересно, оно на самом деле не белое, вы немножко погуглите, найдите картинку, я тоже поищу, привожу, да, оно такого цвета шампанского не очень красивый цвет, поэтому очень часто, ну не очень часто, а почти всегда, или даже всегда, если правильно сказать, белое золото тоже покрывают родием, только там немножко другая валентность и он становится идеально белый совсем, да. Вообще сейчас цветов покрытия уже очень-очень много, поэтому давайте поговорим про любое покрытие. Так вот, любое покрытие стирается потихонечку, все зависит от интенсивности, как часто вы работаете руками, не снимаете кольца. Если вы каждый день, не снимая колец, рубите дрова, таскаете штангу, метлой подметаете там двор, копаете картошку, например, да, то покрытие в месте контакта с ручкой, да, допустим, топора или метлы или швабры сотрется очень быстро. Также, если вы работаете где-то в гараже, не знаю, машину починить, что-то там поднести куда-то, где-то чего-то сделать, вы не сняли кольцо, естественно, вы можете поцарапать его не только с внутренней стороны, а в принципе с любой. Вот долговечность этого покрытия зависит от интенсивности использования, да, я, например, некоторые кольца ношу каждый день, практически не снимая, но я смотрю, что у меня внутренняя сторона, все равно что-то берешь, да, там сумки какие-то носишь, на мотоцикле за руль держишься, внутренняя сторона у меня стирается примерно через полгода, довольно заметно, это нормально, все покрытие всегда стирается, так должно быть, бывает, что вы где-то вот вы получили кольцо от нас или купили в магазине, буквально через два дня вы смотрите, а там уже какая-то царапина, это тоже нормально, вы где-то обжелезку от камень, например, если у вас мраморный стол, да, столешница каменная, очень сильно царапает керамика, вот если керамические, например, кружки или блюдца без глазури, да, и вы так провели, даже не заметили этого, у вас там сразу останется след, так вот, вообще никаких проблем, идете к ювелиру, отдаете ему, это стоит от 700 до, не знаю, полутора тысяч рублей, вам это заново все покрывают и опять полгода или год или у кого как получается, да, цвет становится прежним, и в принципе, вообще, все кольца, все кольца, все изделия, серьги, подвески надо всегда носить на профилактику, сейчас объясню зачем, во-первых, возобновляйте покрытие, во-вторых, полируйте царапины, в-третьих, это очень важно, и это может принести, вот неосторожно здесь, может принести очень большие убытки, какое бы не было кольцо, рано или поздно закрепка, это вот когда штырьки держат камень, да, она может ослабеть, а почему, вы, например, руку в этом кольце опускали в карман джинсы, джинсы плотные и потихонечку там 200-300 раз, 400 раз, 500 раз, штырьки немножко отогнулись, однажды камень может выпасть, если он дорогой, будет очень-очень обидно, поэтому я вам рекомендую, во-первых, регулярно проверять закрепку, как это делается, проще всего, вы берете кольцо, куху прикладываете, и по нему так пальцем щелкаете, ногтем, да, ногтем, если есть легкое позвякивание, не надо больше это кольцо носить, надо его нести на закрепку, даже если нет позвякивания, я вам рекомендую раз в три месяца, в полгодика, лучше в три месяца, да, носить на профилактику, на обслуживание, там все отполируют, почистят камень, на камне остается очень часто, если он попадает в воду, или вы его часто много носите, с внутренней стороны кольца, там остаются микроскопические элементы вашего пота и жира, это нормально, да, так должно быть, если попадает в воду, там еще может седать кальций, например, если в воде много кальция, то есть очень незаметно, по 0,001% в день, ваш камень становится более тусклым, тусклым, тусклым и тусклым, однажды вы смотрите и думаете, что-то с камнем не то, он вроде был другим совсем, вот, несите ювелиру, он сделает заново вам закрепку, он почистит камень, он все полирнет, и если у вас там есть какое-то покрытие, матовое, темно-серое, черное, белое, он его заново перепокроет, как правило, это обходится, ну, не дороже 2-3 тысяч рублей, внимание, если вы наши клиенты, наши покупатели, у нас в Москве есть наши ювелиры, то есть прям наша мастерская, мы вам можем это делать раз в полгода бесплатно, такой же с доброй волей, потому что там мы платим только за расходники, а расходники там просто микроскопический, расход вообще незначительный совершенно, если вы не живете в Москве, но бываете там, время от времени договаривайтесь, с нами заранее привозите, мы прям сразу все сделаем, вам на руки отдадим, наш сотрудник может приехать в удобном для вас месте забрать, отвезти на профилактику, привезти, вам отдать на руки, а если вы не живете в Москве, не бываете вообще в Москве, бываете, например, в Таиланде, то же самое, если вы бываете в Паттайе, можем у вас забирать на профилактику изделия в Паттайе на 1-2 дня, возвращать, все будет как новое, если вы не бываете в Паттайе, не живете в Москве, не бываете там, что делать? Здесь часто мне пишут такую вещь, что я понимаю, что нужно отнести на полировку, на перепокрытие, на закрепку, но я боюсь, что мне камень заменят, вот смотрите, ребята, найти и выточить синтетику такой формы, как ваш камень, который вы прибыли у нас или в магазине в каком-то, да, цветной камень имеется в виду, не белый бриллиант, такой формы можно, но цвет никогда не совпадет, вообще никогда, это категорически невозможно, я вам рассказывал, что даже натуральных двух сапфиров одинакового цвета невозможно найти, а чтобы был натуральный сапфир и тут же синтетика, и они были совершенно одинакового цвета оттенка, игры вообще невозможно, если у вас есть включения в камне, вы их рассмотрели, то же самое, подделать, сделать такие же включения в этом же месте невозможно, в общем, истории, чтобы подменили цветной камень, какие-то незнакомые ювелиры я не слышал никогда, история о том, что меняют мелкие бриллиантики, какие-нибудь там 0-1 карат, например, да, я слышал, к сожалению, почему, потому что они все белые, и они, в принципе, у них блеск, частота, все одинаковое, на глаз довольно сложно сейчас отличить поддельный бриллиант от натуральных, но изделия только с бриллиантами мы практически не продаем, вот, если у вас в изделии стоит там каратный бриллиант или двухкратный бриллиант, теоретически есть небольшой шанс, что могут подменить, тогда вам нужно идти лучше к проверенному ювелиру, мастеру, можете в Москве, если даже не наше изделие, отдавать нам за небольшую доплату, да, тоже проблем никаких нету, сохранность, то, что не подменится камень, я лично вам гарантирую, зарабатывать на этом никак не планирую, там заработать ничего невозможно, я надеюсь на том, что вам понравится, и вы в дальнейшем что-то купите у нас. Так, ну вот по поводу ухода, наверное, все, то есть цветные камни подменить невозможно, кольца, вообще не только кольца, все изделия надо регулярно носить на профилактику, причины я перечислил, мелкие прозрачные белые бриллианты иногда подменяют, поэтому будьте осторожны, ходите к проверенным людям или, например, к нам. Можно, в принципе, если это принципиально, и вы переживаете, у вас какие-то подозрения, вот вы отдавали какому-то незнакомому человеку, он себя вел как-то подозрительно, можно отнести в МГУ, вам их проверят, там есть быстрая проверка, прям при вас, человек с лупой, с маленькой, смотрит на ваши мелкие бриллиантики и говорит, это все бриллиантики, или там вот это, вот это бриллиантик, а это нет, это стоит недорого совсем, тоже можете, если у вас есть какие-то сомнения, вы в каком-то году там раньше куда-то кому-то отдавали, можете отнести в МГУ на проверку, адрес лаборатории, пожалуйста, на гуглите, он в интернетах везде есть. Значит, за кольцами надо ухаживать, чтобы они вас радовали, да, и чтобы вы не теряли камни, потерять камень, это очень-очень обидно. А еще камень можно разбить или расколоть, об этом я тоже часто много говорил, то есть, если вы собираетесь заниматься какой-то физической работой, не знаю, любой в гараже мужчины часто не снимая перстни, я сам так когда-то сделал, что-то крутил-вертел в машине, потом, я не понял, как, я смотрю, у меня был очень красивый алый гранат, смотрю, а там кусочек отколотый, было очень обидно. Потом была история, что сумки из самолета, добежал до такси, бросил сумки в такси, и, видимо, когда руки вынимал из багажника, тоже стукнулся в железную деталь какую-то в багажнике и повредил опять другой уже, тоже гранат. Поэтому после вот этих двух историй, я когда еду куда-то на автобусах, на поездах, на самолетах лечу, таскаю сумки, у меня какие-то путешествия, вот, допустим, сейчас на острове у нас очень много активности, я кольца не взял свои вообще, я все их дома оставил. Понятно почему, да, потому что так вот, один удар и нету 5000 долларов. Ну как, его нужно полировать или вообще перегранить, то есть потеряется какой-то небольшой вес. А вообще при желании, если сильно стукнуть, то камень можно расколоть и надвое. Особенно хрупкие, особенно хрупкие у нас танзаниты и изумруды. Изумруды можно даже повредить, знаете как, вот вы делаете какую-то, собираетесь, допустим, машину чинить, у вас перстень с изумрудом, вы его сняли, положили в карман, а в кармане была мелочь и ключи. Вот если вы там как-то перемещались, сделали какие-то движения, то мелочь и ключи могут немножко уже ваш изумруд поцарапать. Изумруд, он прям, у него с этим есть проблема такая, то есть он царабельный. Это я только что придумал слова. Поэтому будьте внимательны, всегда думайте, снимайте, носите только когда ничего не делаете. Да, чтобы все было красиво. И регулярная перфилактика. Всем привет, если по этому поводу есть вопросы, пишите. Почитаю, если нужно, еще раз запишу видео еще с какими-то объяснениями. Спасибо. 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 Спасибо.